Это программа «Территория закона». Вот о чем расскажем сегодня. Убил бывшую жену в ванной комнате. В региональном следственном комитете предоставили видеопроверки показаний на месте преступления. Снял на видео собственную смерть в крутицах у любителя экстремальных видов спорта. Во время прыжка с парашютом запутались тропы и свернулся купол. Продавал наркотики через закладки в Рязанском районе. Задержали жителей Липецкой области. Какое наказание ему грозит? Мужчина, убивший жену из-за разногласий в воспитании детей, рассказал, как развивались события в день трагедии. Видеопроверки показаний на месте преступления предоставили в региональном следственном комитете. Напомню, женщина была сотрудницей второго детского сада. Трагедия произошла 4 августа. В тот день мужчина пришел к бывшей жене, попросил отпустить с ним детей. Она отказывалась, ссылаясь на то, что он неважно выглядит. А тут отказ детей и дочка расплакалась. Старшая дочка Василиса расплакалась. В связи с тем, что мама не отпускает ее с отцом в горке. Ну, неважно куда, просто не отпускает с отцом. Тогда мужчина предложил бывшей жене пойти на кухню и поговорить. Он надеялся, что она изменит свое решение, но этого не произошло. Она стала заниматься домашними делами, обсуждать детей отказалась. Потом пошла в ванную. Там и произошло самое страшное. Мужчина вспомнил, что у него в кармане находится нож. А нож вы специально с собой принесли в тот вечер? В тот день, точнее? Я его бросил в сумку. У меня были уже мысли. Ну, если на что? Ну, то, чтобы убить ее. Что вас подтолкнуло к этому? Я неадекватно в состоянии. Страх за своих детей. Я за них очень переживал. Настолько, что я уже перестал контролировать. А с чем вы переживали за детей? Ну, в совокупности вся жизнь моя с ней, ее отношения к детям и все вместе. И последнее. Я начал подыл иск в суд на определение времени общения. Она старалась сделать все, чтобы вывести меня из себя. У меня получилось. Он нанес удар бывшей жене, когда она разбирала белье. Я помню, она головой уже упала. Ну, лицом ко мне, короче. То есть она, получается, стояла к вам спиной, правильно? Ну, да, глубже, там не в проходе. Ну, понятно, да. Да, потом упала. Вы нанесли, получается, удары в количество? Нет, выполнено. Он понял, что натворил. Когда увидел кровь, признаков жизни к тому моменту, женщина уже не подавала. Тогда, чтобы скрыть следы преступления, высыпал на убитую белье из корзины, закрыл дверь в ванной, собрал детей, игравших в соседней комнате, вызвал такси и уехал. Квартиру вернулся позже, чтобы вызвать полицию и сознаться в преступлении. При осмотре с участием судебно-медицинского эксперта были обнаружены телесные повреждения в области шеи, а именно ножевые ранения с повреждения внутренних органов шеи. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ, то есть убийство. Сейчас мужчина находится под стражей. Детей забрали родственники. Бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову продлили арест на три месяца. Напомню, ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве при строительстве детской площадки в лесопарке. По этому же делу проходит начальник управления энергетики ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев и директор фирмы-подрядчика Михаил Пузанов. Следователи раскрыли убийство, совершенное 6 августа. В частном доме в селе Бестужево Краблинского района был обнаружен труп мужчины с множественными колото-резанными ранами. Выяснилось, что нанесла их сестра. Между ними произошел конфликт от полученных телесных повреждений. Потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе проведенного осмотра местопроисшествия с участием следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления обнаружены изъятые криминалистические объекты, в том числе следы и орудия преступления, имеющие важные доказательные значения по уголовному делу. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенного преступления. Парашютист из Белоруссии, который после неудачного прыжка в крутицах впал в кому, скончался в больнице, пишет Ях-62. Мужчина увлекался экстремальными видами спорта. На видео, снятом камерой, всего несколько секунд относительно спокойного полета. Все системы парашюта сработали и он раскрылся, но при приземлении запутались тропы и купол свернулся. В результате мужчина ударился и впал в кому. Его доставили в ОКБ. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей таза и нижних конечностей. Мужчину доставили в реанимационное отделение, где медики более двух недель боролись за его жизнь. Трагедия произошла 26 июля. 11 августа он скончался в областной клинической больнице. Прыжок в крутицах стал для него пятисотым по счету и последним в жизни. Употреблявший наркотики житель Липецка стал продавцом запрещенных веществ. Попытка построить карьеру закончилась печально. Его задержали в Рязанской области. Теперь мужчина может попасть в тюрьму на 20 лет. Сотрудники антинаркотических подразделений полиции установили. Синтетические наркотики продавал 29-летний мужчина, курьер нелегального интернет-магазина. Они установили личности, место проживания и предполагаемого закладчика, после чего в деревне Турлатово Рязанского района провели операцию по его задержанию. В туалете синтетический гашишник, как правильно сказать. В чем он тут лежит? Вон сумочки из-под бритвенной машинки, разложен по капсулам. По капсулам. Капсулки и пластиковые? Пластиковые капсулы, прозрачные. Да, но наркотик ты с какой целью хранишь? С целью избытка. Наркотические вещества действительно обнаружили в тайнике, на который указал мужчина. В ванной комнате находились около 40 капсул с наркотиком, приготовленных для дальнейшего сбыта. Позднее мужчина признается, раньше употреблял сам, потом стал заниматься распространением запрещенных веществ. Наркотики первый раз попробовал еще в юности. Сильно так попал на них, может быть, с год. Не то, что прям сильно, но определенную систему какую-то. Ну, а сбывал каким способом? Получал заклад, ну, получал, забирал вклад, потом закапывал. В ходе поисковых мероприятий в деревне Турлатово полицейские дополнительно обнаружили несколько тайников закладок, которые организовал задержанный. В общей сложности из незаконного оборота изъято 83 грамма наркотических средств. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в срокном размере. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Приговор вынесен Рязанцу, который вместе с матерью и бабушкой распивал спиртные напитки, а потом из-за конфликта избил пожилую женщину и поджег на ней одежду. Огонь он сам же потушил и ушел из квартиры, но соседи вызвали полицию. Одного из представителей правоохранительных органов он ударил, чтобы скрыться с места происшествия. Ему вынесен приговор, а вот бабушка до суда не дожила, скончалась после случившегося. Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, за причинение тяжких телесных повреждений бабушки из-за нападения на полицейского по совокупности преступлений, подсудимому было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Пожар на полигоне в Турлатово произошел на этой неделе. Его оперативно ликвидировали природоохранную прокуратуру. По факту, послучившегося начала проверку. Очевидцы говорят, что столб дыма от горячей свалки своими очертаниями был похож на ядерный грипп. Из-за отсутствия ветра он поднимался вверх. А с первыми порывами запах почувствовали жители поселка-строитель. Потом он стал распространяться по городу. С утра уже где-то в 7-7.15 были там же на свалке. Там продолжалось тушение. Было значительный выброс, очень сильный выброс каких-то реагентов. Ну, там он был белого цвета. Были видны какие-то языки пламени на той свалке, на которой мы были. Рядом со свалкой располагаются сразу три садоводческих товарищества. Химик 1, 2 и 3. Все они неоднократно жаловались на то, что полигон разместили здесь незаконно. Природоохранная прокуратура провела проверку с привлечением специалистов, которые контролируют природоохранные органы. Это управление Росприроднадзора, Министерство природопользования и соответствующие экологические лаборатории. Согласно полученных результатов, в результате произошедшего возгорания на территории полигона, превышение установленных нормативов при день допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жилой застройки не установлено. В ходе проверки установили, что на частной территории по адресу Турлатова-1 располагается несколько шламонакопителей. Это открытая земельная емкость больших размеров для накопления и временного хранения шлама. Так называют отходы при инженерной разработке горного продукта, то есть пыль и мелкие частицы. В ходе проверки выяснили, что шламонакопитель номер один эксплуатируется компанией ООО «Экошлаг», зарегистрированной в Липецке. «Экошлаг» своим ведомственным документом, арендуемый шламонакопитель, использует подплощадку для временного накопления отходов. В соответствии с требованиями федерального законодательства, накопление отходов – это хранение отходов на срок не выше 11 месяцев. Сотрудники природоохраны прокуратуры отметили, что при первом осмотре на шламонакопитель размещены именно твердые коммунальные отходы. Более точный результат даст проведенная экспертиза. Проводится прокурорская проверка с привлечением маркшейдеров с целью установить площадь размещенных отходов. Как только результаты поступят в ведомство, им будет дана правовая оценка и приняты меры реагирования. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Взяли на работу водителя, который был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии. Прокуратура выявила нарушение в одной из школ Пронского района. Горе водителя не допустили к перевозке детей. Прокуратура проводит проверки в школах перед началом учебного года. Во время визита в Малиническую среднюю школу Пронского района выяснилось, что у мужчины, которого решили взять на должность водителя школьного автобуса, недостаточный стаж работы. Нужно отработать год в качестве водителя транспортного средства категории D и только после этого претендовать на такую должность. Кроме того, он был подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством на срок 18 месяцев. Таким образом, водитель Малинической средней общеобразовательной школы не имеет права управлять автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей. По результатам проверки прокуратуры района в адрес директора Малинической средней общеобразовательной школы внесено представление. Представление прокуратуры находится на рассмотрении. Руководству школы придется в короткие сроки найти другого водителя автобуса. Далее рубрика «Комментарии эксперты». Тема сегодня – налоговые преступления, расследованиями которых занимается Следственный комитет. Здравствуйте, Алексей Игоревич. Сегодня налоговые преступления входят в число наиболее распространенных экономических преступлений. Какая сейчас ситуация складывается в Рязанской области и какая работа ведется в этом направлении? Начнем с того, что работа Следственного управления Паризанской области по противодействию налоговой преступности осуществляется в тесном взаимодействии с региональными управлениями налоговой службы, органов внутренних дел и прокуратуры. Поскольку эффективное выявление и расследование преступлений подобных возможно только при слаженной работе на всех уровнях и этапах досудебного производства. Сокращается или увеличивается число налоговых преступлений? За первые полугодия текущего года всего в управление поступило 21 сообщение о преступлениях, связанных с уклонением от уплат налогов. Это практически на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 14 сообщений поступило из органов внутренних дел и 7 из налоговых органов. По результатам рассмотрения указанных сообщений возбуждено 12 уголовных дел. Это по 198 статье Уголовного кодекса 8 преступлений и 6 по статье 199 Уголовного кодекса. 198 статья, что было понятно, это уклонение от уплат налогов физлиц. 199 уже это уклонение от уплат налогов организаций. Всего же в производстве следователей в первом полугодии и текущего года находилось 23 уголовных дела, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Завершено расследование по 16 уголовным делам, при том, что нужно учитывать аналогичный период прошлого года. Следователи нашего ведомства завершили расследование по 11 уголовным делам. Из них в суд направлены с обвинительным заключением 2 уголовных дела. Если мы возьмем по настоящую дату, по сегодняшнюю, то уже направлено 4 уголовных дела в суд. И по 14 уголовным делам принято решение о прекращении уголовных дел. Можете привести пример какого-то конкретного дела? В качестве примера можно привести уголовное дело, которое в настоящий момент находится на рассмотрении в суде, когда руководитель одной из организаций уклонился от уплаты налогов на сумму порядка 66 миллионов рублей. Органами следствия наложен арест на его имущество и расчетные счета предприятия на сумму более 90 миллионов рублей, что в последующем позволит полностью возместить причиненный ущерб. Размер ущерба по оконченным уголовным делам о преступлениях составил чуть более 25 миллионов рублей за полугодие. Аналогичный период прошлого года – порядка 22 миллионов. В ходе предыдущего следствия возмещен ущерб в результате работы следственных органов более 12 миллионов. Спасибо, Алексей Игоревич. Думаю, нашу беседу и предоставленную информацию можно тоже считать своего рода профилактикой налоговых преступлений. Это была программа «Территория закона». До встречи в эфире. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова